Всем привет! Это тест ножа длиною в месяц. Герой сегодняшнего видео Серафим Найф, нож Варга. И тут сразу стоит отметить, что этому ножу выпал незапланированный бонус. Из-за очень плотного съемочного графика вся команда мужской берлоги тестировала этот нож не один, а целых три месяца. И в совершенно разных условиях. Так что нам есть что рассказать об этом ноже. Поехали! Серафим Найф Серафим Найф – это молодая ножевая компания, основанная в 2016 году, во главе которой стоит Сергей Есенин и Андрей Кузнецов. С Сергеем мы впервые познакомились на выставке Сикак в Париже в 2019 году. И уже тогда его ножи притягивали внимание и достойно представляли российскую диаспору ножеделов во Франции. А буквально месяц назад мы вновь встретились с Сергеем уже в Москве, на ножевой вечеринке Mad Russian Evening. И сказать, что работы Сергея выросли – это ничего не сказать. Посмотрите видео с мероприятия, если еще не видели. Ссылка в углу экрана. Но давайте вернемся к ножу Варга. Итак, началось все с традиционной распаковки, первых впечатлений, посадки ножа на карман. Это все было в первом видео. Теперь мне предстояло провести месяц с ножом. Тест начался. Так, что же мы тестируем? Окей, давайте для начала окунемся в скучные и мало кому нужные ТТХ ножа. Во-первых, ножи все номерные. И в нашем случае это нож под номером 3, о чем свидетельствует надпись на внутренней стороне титанового бэкспейсера. Там же красуется название модели ножа и сталь, установленного на нем клинка M390. И вот клинок тут особенно интересен. Как своей твердостью, так и термообработкой. 63-64 единицы по роквеллу. Обычно эту сталь термичат на чуть меньшую твердость. С чем это связано? Дело в том, что для Серафим Найф сталь готовит Денис Фролов. Еще один топовый термист российского ножеделания. Многие знают Дениса по работе с ножами Культратек. Ведь все их клинки термичит исключительно он. Так и клинок нашего Варга. Пройдя сложную термоциклическую обработку от Фролова, прокачался до 64 единиц твердости. Гринд клинка не самый сложный. Но и стандартным его назвать язык не поворачивается. Всему виной вот этот небольшой перепад ближе к остырю клинка. Выглядит нетривиально. Однако стоит отметить, что все грани этого перепада скруглены. Это неплохо. Но если мы говорим о кастомных работах высокого класса, то тут острые грани придают ножу большую ценность. Так как сделать их качественно и соблюсти полную симметрию весьма сложно. А поскольку ножи Серафим Найф метят именно в кастом сегмент, я не могу не отметить этот момент. Но это дизайн, это видение мастера. Еще одним исключительно дизайнерским решением являются вот эти выборки на клинке. Красиво. Необычно. Кстати, вот тут грани мне понравились больше. Но в этом дизайнерском элементе постоянно остаются все продукты, с которыми сталкивается клинок Варга. Мы говорили об этом с Сергеем. Он все прекрасно понимает и совершенно справедливо признает, что этот дизайнерский элемент создан в угоду функциональности. Но в конце концов, не все же ножи должны быть опинелями и викториноксами. Эстетику тоже никто не отменял. Мне в этом плане очень понравились размышления Владимира из ножевой мастерской Муравей. Ссылка в углу экрана. Закончим разбор особенностей строения сонвошенного клинка, не совсем понятной мне под пальцевой выборкой. Смотрите. Она работает, если держишь нож максимально деликатно, засовывая в нее лишь самую подушечку пальца. Но если вы хотите взять нож более уверенным хватом, то острая пита режущей кромки обязательно даст о себе знать. Ах да, еще стоит пройтись по обуху клинка. Его изогнутая форма продолжает форму рукояти. И это не только выглядит эстетично, но и весьма функционально с точки зрения укладки большого пальца на обух ножа. Ты абсолютно не ощущаешь какого-либо дискомфорта от стыка рукояти с клинком. Ну и конечно дроппоинт клинка я неоднократно оценил, скрывая разные посылки и чемоданы, замотанные стретч-пленкой после очередного перелета. Ну что ж, с клинком мы закончили. Теперь по доброй традиции разберемся с его заточкой. Тут надо отметить, у меня к ней нет никаких претензий. Нож отлично режет, отлично цепляет продукты. Но седой очень хочет появиться в ролике. Так что давайте позовем его, пусть хоть угол заточки что ли померят. Не, ну просто в этом видео даже Паша принял участие. А я что, рыжий что ли? Нет, седой. И к тому же я очень хотел похвастаться своей новой переспособой АТС-профиль. Эксакуб. Хотел, но они мне его еще не прислали. Но зато прислали на закрытый тест Кадет Про, который еще не запущен в серию и показывать нам его нельзя. Но протестировать нож в очередной раз, вскрывая упаковку, можно. Вот примерно так работает этот самый дроппоинт. Виталя прав, вскрывать что-либо им весьма удобно. Слышал, что охотники любят подобный дроп на клинках. Говорят, удобно для разделки. Но я скотч отлично и побеждаю. Так, заточное устройство Кадет Про покажу в другой раз. Ну а сейчас давайте что-ли по старой традиции угол заточки ножа выясним. И работать по старой схеме будем. С помощью маркера и уже ставшего классическим электронного угломера. Потому что Акси Куб Тес Про все еще не прислали. Да, профиль. Вот пусть вам стыдно будет. Итак, делаем уже многим известные манипуляции. Маркером зарисовываем режущую кромку, а дальше смотрим, на каком угле он будет полностью стираться. Итак, заводской угол заточки ножа Варга составляет порядка 22 градусов на сторону. Ну или 44 общего угла. Ну все, с клинком до конца разобрались. Жажду Седова к славе удовлетворили. Переходим к рукояти ножа. Конечно, титан. Все полностью. Плашки рукояти, спейсер, клипса. Про гравировку внутри спейсера уже говорил. Осталось добавить, что темлячное отверстие сделано на нем же. В некой, скажем так, скрытой форме. Что в последнее время является признаком хорошего тона на кастомных складнях. Я темляк использую редко. И в основном на ножах с глубокой клипсой. Варга же такой клипсой не обладает и дерзко выглядывает из кармана владельца. Доставать его легко и комфортно. Так что на нем темляк я не использовал. Нож, несмотря на свой титановый мышечный каркас, отлично удерживается в руке благодаря специфической оружейной насечке, выполненной по всей рукояти. Отдельно хочу отметить цвет титана. Серый с легкоголубым оттенком. Я нашел некое сходство с цветами некоторых акул. Хотя, может, это все мое дайверское прошлое не дает покоя. В общем и целом смотрится классно. В матово-серо окрашен весь нож без исключения. Это ему идет. Справедливости ради, надо отметить, что ножи от Seraphim Knives бывают и в более пестрых, но всегда сдержанных цветах. Да и возвращаясь к теме рыбин. Мне почему-то большинство его ножей напоминают каких-то обладателей морской фауны. Хотя, как я уже отметил, видимо, это исключительно мой дайверский фетиш. А вы, кстати, видели его на Утилус? Вообще отвал башки. Так, что-то я отвлекся, возвращаемся к Варга. Замок, естественно, фрейм. Естественно, с сухарем, естественно, с предохранителем от излишнего перегиба замка в обратную сторону. В общем, все по золотым канонам ножеделания. Летает клин на керамических подшипниках, а осевой закрыт шеститочечным винтом регулировки. Который со мной сыграл впоследствии злую шутку, но к этому вернемся позже. Так, сейчас на арену неожиданно для многих выходит Паша. Наш главный оператор и режиссер монтажа. Дело в том, что свой отпуск он провел в любимом мною Египте. И отправляясь туда, я просто не мог не дать ему Варга, для того, чтобы он прошел тест песком и морской солью. Пах, рассказывай, как проявился кастомный EDC в суровых арабских условиях. Ну, ножи в Египте вообще под запретом. Как оказалось, ни возить в страну, ни вывозить. Про то, что носить с собой, вообще забудь. Ну, в лучшем случае отдашь две стоимости ножа Варга. Рисковать не стал, отфоткал, проделал втихаря тесты, потом нож тусил в сейфе в номере. Резал я им все. Какую-то сомнительную местную еду, фрукты, противные сладости. Понравился ли мне нож? Ну, да и нет. То есть, порезать-то им проблем нету, все удобно, кроме застревающей еды в отверстиях клинка. Постоянно приходилось протирать, промывать его от соли, от песка, который там вообще повсюду. В общем, мне было бы проще, если бы у меня был с собой какой-то простой ножик, ну, типа пинеля. Потерял, заржавел, там, сбросил где-нибудь, чтобы не поймали, да и хрен бы с ним. А тут Варга. Так что я больше без дела и за нож, и за камеру, вместо наслаждения морем. При этом отметим, что нож все пережил. И вернул я его в целости и сохранности, даже без намека на какие-то следы, там, коррозии от морского воздуха, царапин от песка. Ну и на проверках в стране был полный бардак тогда, что и сыграло благополучное возвращение Варга домой. А может это все-таки из-за принесенной жертвы ножом Варга египетским богам? Да, Варга выдержал Египет, пережил со мной несколько командировок по России, но вот выдержать натиск подписчиков мужской берлоги на выставке клинок ему не совсем удалось. Небольшая история. Выставка клинок, мы много работаем, много снимаем, у нас там, как всегда, свой стенд. И, как всегда, на своем стенде мы всегда рады встрече с нашими подписчиками. Ребята приходят, мы много общаемся и, ну, большинство совершенно справедливо спрашивает, с каким ножом я сегодня на кармане. Я, конечно же, показываю Варга, говорю, что да, у нас тест затянулся, мы все еще вот его тестируем, уже достаточно много времени. Ну и по завершению выставки вернемся в Екатеринбург и будем собирать вот очень большой отснятый материал по этому ножу. Нож все в руках крутят, щелкают им и вот в какой-то момент нож вылетает из рук жаждущей толпы и со всей дури, ну, примерно с метровой, может быть, чуть больше высоты падает на бетонный пол выставочного комплекса Main Stage. Вот так вот, прямо пяточкой. Я взял нож, сложил, убрал на карман, говорю, ладно, ребят, сильно не переживайте, ну, в общем-то, тут особо ломаться нечему, все нормально. Ну, все, значит, разошлись и вот в какой-то момент что-то мне нужно было ножом отрезать. Я нож достаю, палец на флипер, раз, два, и он ни хрена не открывается. Ну, короче, появился небольшой люфт и шарик Детенда, видимо, при ударе каким-то образом вышел чуть дальше, чем он должен быть. И теперь, чтобы открыть нож, нужно приложить, ну, очень большое усилие. Ну, вот как-то так. При этом нож все еще открывается, правда, открывание стало в основном двуроким. Ну, думаю, ладно, хрен бы с ним, попробую разобрать нож, что-то с ним поковыряться, может быть, получится починить. И вот тут выходит на арену шеститочечный осевой винт. Я, блин, не нашел ни одной приспособы, чтобы этот винт можно было у себя дома как-то нормально выкрутить и хотя бы попытаться самостоятельно починить нож. Так что нож в любом случае отправляется в резать ру, они являются официальными представителями Серафим Найвз. Так что он либо там у них пройдет полную диагностику и восстановление, либо отправится уже непосредственно к Сергею Серафим Найвз, и там ребята уже его будут восстанавливать. Ну, сорян, резать ру, вы сами просили, чтобы я нормально тестировал ножи и не сдувался в них пылинки. Это жизнь, это жизнь ножа, и вот такая непростая жизнь была уготовлена ножу Варго. Варго – классный кастомный нож. Лучше ли это EDC? Пожалуй, нет. Я не могу назвать его идеальным универсалом на каждый день, хотя бы из-за застревающей еды в отверстиях клинка. Но опять же, надо понимать, что не каждый нож должен быть максимально утилитарным. И на этом я хочу поставить прям очень большой акцент. Еще хочу отметить, что этот складень выдержал, пожалуй, самые насыщенные тесты Бирлоги в повседневном использовании в совершенно разных условиях. И то, что общее впечатление о ноже в этот раз складывается не только из мнения нашей команды, но и из огромного числа вас, наших подписчиков, которые успели покрутить этот нож в руках за все время нашего большого теста, в том числе на выставке Клинок. И Варго действительно всем понравился. Принимая во внимание его минусы, о которых я всегда говорил всем, кто спрашивал мое мнение о ноже. Включая Сергея Есенина, основателя Серафим Найф. Достойный кастомный нож в современном дизайне для действительно искушенных пользователей. Сергей красавчик. И очень приятно было увидеть, как ты вырос с нашего первого знакомства. А сейчас бонус. Я сделаю то, за что наверняка мне накидают под затыльников ребята из Резать.ру. Как я сказал, они официальные представители Серафим Найфс. И все ссылки будут в описании на разные ножи этого бренда. Ну, в том числе и на нож Варго. А сделать я пробую следующее. Я все-таки попробую сейчас самостоятельно хоть как-то этот нож исправить. При этом я попробую это сделать, не разбирая этот нож. Ну, блин, терять-то уже нечего. Смотрите, я попробую упереть шарик Детенда в голомень клинка и слегка подбить его обратно в посадочное отверстие. Его, скорее всего, все равно придется менять, так что, ну, попробуем. Ну, кому-то стало полегче. Ну, хотя бы стало открываться. То есть шарик мы немножечко вовнутрь забили. Но видно, что нужно клинк центровать. В общем, нож в любом случае отправляется в Резать.ру. Дальше, видимо, он появился Серафим Найф. Серега Есенин, сорян. Нет, ну я его хоть как-то починил. В общем, друзья, это был тест ножа длиною в один месяц. А по факту он происходил три месяца. Вот такой замечательный нож Серафим Найф. В описании ссылки на все ножи Сергея. Так что прошу. Какой нож будет в следующий раз в черном ящике, узнаем совсем скоро. Всем пока. До встречи в сети. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок